Всем привет! С вами Яблочко. И сегодня я хочу рассказать, почему иногда результаты в растяжке ухудшаются. Вот у многих новичков часто возникает вопрос, почему у меня сейчас шпагат стал хуже, чем, допустим, неделю назад. То есть неделю назад я сидела со стула, а сейчас я уже не могу сесть со стула. И многих даже такое ухудшение сподвигает бросить занятие растяжкой. Но на самом деле этому есть логическое объяснение, и это не значит, что вы бездарь. Все дело в том, что когда мы растягиваемся, особенно это касается новичков и людей с другими связками, мы испытываем стресс. То есть наши мышцы напрягаются, у нас связки тянутся, происходят микронадрывы. И в общем-то, когда мы растягиваемся, мы идем против своей природы. То есть мы развиваем качества, которые нам природой даны не были. И соответственно, перенапряжение в мышцах как раз и может вызывать ухудшение результатов. То есть, допустим, когда вы пришли неделю назад, вы, допустим, были отдохнувшие, и вот вы там раз, погнулись, и сели на шпагат со стула, и уже такой счастливый. А на следующий день вы приходите, и вы уже вообще не можете сесть на шпагат со стула. Это все исключительно потому, что ваши мышцы перенапряжены. И, соответственно, при повторной растяжке, уже на следующий день, вот, вы пришли в зал, вы растягиваете, и у вас уже мышцы забиты, они напряжены, и, конечно же, они не могут растянуться так, как они растянулись вчера. И, в общем-то, эта проблема достаточно распространенная, и даже у опытных гимнастов есть такая проблема. И такое бывает у всех, и это, в общем, не повод бросать занятия. В общем-то, побороть эту проблему можно с помощью нескольких лайфхаков. Первое. Проходить хотя бы раз в год курс массажа. В общем-то, курс массажа необходим на самом деле каждому человеку, но спортсмену это необходимо просто, вот, это must have. Поэтому, в общем-то, я это всем советую, и это действительно помогает. Но если у вас нет возможности по каким-то причинам проходить раз в год курс массажа, можно использовать обычную скакалку, которую используют для раскатки теста, или бутылку с водой. И можно попросить кого-то немножечко покатать по вам эту скакалку или бутылку. Но катать нужно сверху вниз, так как у нас течет лимфа. Второе. После тяжелой тренировки принимать горячую ванну. В общем-то, это действительно помогает. Если у вас была тяжелая тренировка, для того, чтобы помочь вашим мышцам расслабиться, вы можете принять горячую ванну, и это вам должно помочь. Но, конечно же, не слишком горячую, в кипятке не надо сидеть. Третье. Мазаться разогревающими мазями. В общем-то, разогревающую мазь можно использовать как во время тренировки, так и после. В общем-то, она, опять же, помогает вам разогреться, соответственно, вы можете на тренировке улучшить свои результаты. Она как бы поддерживает тепло. Ну и после тренировки, если вы ей воспользуетесь, она также может снять перенапряжение в мышцах. Это очень такой отличный метод. Я сама часто пользуюсь разогревающими мазями, поэтому это я всем советую. И четвертое. Наверное, один из самых главных пунктов – это никогда не забивать на разминку. Чем лучше вы разогреваетесь, тем лучше будет ваша тренировка. Продуктивная тренировка невозможна без хорошей разминки. Прежде чем делать какие-то шпагаты в мостике, обязательно нужно разогреться. И сделать это нужно тщательно. Нужно разогреть и шею, и спину, и руки, и стопы, и ноги. Если вы не разминаетесь и забиваете на заминку, вы можете рисковать. Получить травмы, и, соответственно, все эти перенапряжения, зажимы, защемления – все это тоже может быть следствием плохой разминки. Поэтому никогда не забивайте на разминку. Хорошая разминка – это, наверное, 70% успеха. Поэтому к этому пункту нужно особенно прислушаться. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на этот канал, на меня в инстаграме, потому что там вы найдете еще больше информации о гибкости, растяжке и о здоровых тренировках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!